С 12 по 17 апреля в Славутище в спорткомплексе Олимпийц проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет и 29-е открытое всеукраинское первенство в памяти героев Чернобыля среди юношей и девушек до 17 лет. Оба турнира традиционные для Славутища и проходят уже не первый год. Особенности этого года жесткое соблюдение карантинных ограничений. Спортсмены и тренеры в медицинских масках, зрителей практически нет, только участники турнира, которые либо закончили свои соревнования и болеют за своих сверстников, либо готовятся к выступлению. Церемонии открытия и закрытия турнира тоже нет, только минимальное представление участников перед соревнованиями по весовым категориям. В первый же день турнира мы поговорили с государственным тренером Украины Виктором Слободенюком. Чем привлекает Славутищ Федерацию тяжелой атлетики Украины? Это уже традиционно раз на рік проводить чемпионат Украины в Славутище разом с всеукраинским открытым турниром памяти героев Чернобыля. Почему именно Славутище? Потому что это очень красивое место, такое незвичайное. Нам всем очень нравится, важкоопатичная сообщество всегда воспринимает в Славутище очень тепло и радостно. С удовольствием сюда приезжаем. До речи, спасибо вам за гостинность, как жителям Славутище. Взагалі у нас приймає участь зараз в цьому чемпіонаті 242 спортсмени, 90 дівчат і 154 юнаки. Представлені всі регіони України, всі області, окрім декількох, це Чернівецька, Волтавська і ще декілька. Тож, ми бачимо, що навіть у такі непрості часи наші важкоатлети все ж таки знаходять можливість, приїжджають на наші змагання і виборюють нагороди. І, безумовно, ми привітали Федерацію важкої атлетики з успіхом на чемпіонаті Європи, який відбувся днями в Москві, де команда України стала переможцем у командних змаганнях, завоювала 10 золотих медалей. І ми поцікавилися, чи є на нашому турнірі найбутні зрячки, які потенційно здатні перемагати на європейських та світових турнірах. Чемпіонат Європи був дуже вражайним. Насправді, це вперше в історії України ми маємо такий результат. Загальна кількість 17 медалей, перше місце серед всіх країн Європи. Це феноменально. Ми навіть, чесно кажучи, і не очікували. Хоча ми завжди знали, що важка атлетика в Україні найкраща і найсильніша. Тому тактичний хід, не показувати суперникам. І щодо майбутніх зірочок, звичайно, зараз тут ми будемо бачити молодих, талановитих, які 100% через деякий час займуть місце тих, хто ще вчора проїхав з дорослого чемпіонату Європи. Я дуже сподіваюся, що серед цих дівчат і юнаків буде ще більше моделістів і континентальних, і міжнародних змагань. Звичайно, в турніре приймають участь спортсмены з разным уровнем підготовки, да і возраст має значення. Канікова Вікторія із Чернігівської області всього 12 років, і вона піднімає фактический вес чуть більше веса грифа штанги. В то же время, як 15-летні спортсменки, кандидати в мастера спорта, в рывке двома руками соревнуються весе в три раза превышаюших кг заказанной Вікторії. Мы же в весовой категории 49 кг болели за 13-летнюю словучанку Корпец Віктория, которая в первом подходе уверенно подняла 40 кг, во втором 43 кг. И в третьей попытке, увы, был небольшой дожим, и судьи не засчитали ее рывок на 46 кг. Очень мощно в этом упражнении выступили кандидат мастера спорта Шувалова Эльмира. Она подняла 47 кг. Гриневская Александра із Днепропетровської області рванула вес 50 кг. А победила в первом упражнении 15-летня спортсменка із Кмельницка Валерія Сокальская. Уверена, взяв вес 53 кг. Перед вторым упражнением толчком мы успели поговорить с нашим тренером Юрием Канецким. Волновались не только вы, но Вика младше этих девочек на два года. Поэтому это существенная разница. Здесь чемпионат Украины до 15 лет, а Вика в этом году будет выступать в чемпионате Украины до 13. Эти девчата, там ее соперницами уже не будут. Поэтому вот если выборку делать из тех, кто выступал, то Вика по 13-летним выиграла всех своих потенциальных будущих соперниц. Но это не значит, что нам все, 13 лет будет чемпионат, и там будет борьба, и там тоже будет непросто. Но вот поэтому мы сегодня четвертые. Я доволен выступлением. Маленькая техническая неточность мне дала язык. Она подняла, но был вес не защитом, была ошибка, дожим. Но я, тем не менее, доволен Викой. И поставлена задача в толчке три подхода. И, как говорят, толчок – это главное движение. Если три подходика будут в толчке успешны, шансы у нас есть, даже на призовое место. Хотя это будет очень тяжело, но спорт есть спорт, и все может быть. А мы приложим к этому все усилия. И, конечно, мы с надеждой на медали чемпионата болели за Викторию Карпец во втором движении толчке. Виктория уверенно взяла в первой попытке 50 килограммов. Вторая попытка далась ей труднее, но она толкнула запланированные 54 килограмма. И в третьей попытке толкнула 56 килограммов. Для информации, собственно, вес Виктории – только 48 килограммов. В итоге славучанка Виктория Карпец заняла четвертое место на чемпионате Украины. А лидеры в первом движении также уверенно выиграли и во втором толчке. Эльмира Шуалова заняла третье место. Греневская Александра толкнула 56 килограмм и заняла второе место. А победила с толчком в 60 килограммов Сокальская Валерия. Конечно, эмоционально хотелось, чтобы на пьедестал подсчета поднялась и славучанка Виктория Карпец. Но пожелаем ей удачи в своей возрастной категории до 13 лет. Там она один из лидеров. А в этом турнире по сумме двух упражнений, весе 49 килограммов, бронзовые медали у Эльмиры Шуваловой. В сумме 102 килограмма серебро у Кореневской Александры. В сумме 109 килограммов и золота у Сокальской Валерии. 113 килограммов. Турнир по тяжелой атлетике проходит в Олимпийце до 17 апреля.